37 лет добросовестного труда на госслужбе. Голушкан Садабаева вышла на пенсию 13 лет назад. Сейчас она домохозяйка, воспитывает внука. Существенное увеличение размера пенсии сегодня будет большой поддержкой для пожилых людей, говорит она. Большая часть пенсии уходит на лекарства. Старики часто болеют и все дорожает. Мы благодарны, что государство находит средства и повышает пенсии учителям и врачам. Подождем, чтобы увидеть, сколько будет добавлено сейчас. Как рассказали в соцфонде, увеличение коснется базовой и страховой частей пенсии. До нынешнего момента из-за дефицита средств базовая часть увеличивалась на 300-400 сомов, а страховая до 8%. В этом году первая вырастет в среднем от 1700 до 3400 сомов, вторая на 15%, то есть вдвое больше. Из госбюджета на это выделено более 3 миллиардов 83 миллионов сомов. Из социального фонда более 1 миллиарда сомов. От размера пенсии нужно высчитать базовую часть пенсии, компенсацию за электроэнергию, если таковые есть, и надбавки, которые выплачиваются из республиканского бюджета. Оставшаяся часть является страховой часть пенсии. Его нужно увеличить на 15% и прибавить разницу базовой части пенсии. Это дает общий размер повышения. О повышении пенсии президент Садыр Джапаров сообщил на своей странице в фейсбук. В Кыргызстане насчитывается 735 тысяч пенсионеров. Теперь ежегодно на выплату пенсии будет выделяться не 70 миллиардов, а 90 миллиардов сомов. Прожиточный минимум стал больше, чем средний размер пенсии. Больше 7 тысяч сомов было во втором квартале. Сейчас это повышение даст возможность поднять среднюю зарплату до прожиточной, даже выше этого прожиточного минимума. Поэтому, какая бы она ни была, хотелось бы больше размер пенсии, но сейчас, что повышает, это тоже будет хорошей поддержкой пенсионерам. Как написано в Конституции, размер пенсии, пособий и других социальных выплат не может быть меньше среднего прожиточного минимума. При расчете нынешней прибавки учитывается темп роста цен и заработных плат. Был ТСФ, Алмаз Нурмамбетов, Алату-24.